Всем привет! И сегодня очень ответственное видео, потому что я хочу вас познакомить со своим новым членом семьи. Смотрите, кто здесь у нас. Локи. Малышка моя. Ну, это Локи. Порода у него называется русская голубая. Ему скоро исполнится 3 месяца, и он не хочет сидеть у меня на руках. У него тут свои дела, потому что здесь куча всего интересного. На самом деле, мы с Серегой очень давно хотели себе котенка, но так как у нас съемная квартира, это немножко трудновато. Локи. Он стырил мой пульт от камеры. Честно, даже котенком трудно его назвать, потому что это как ребенок, вот серьезно. Настолько обостряется чувство ответственности, и вообще у меня Серега просто очень сильно поменялся. Так я тихо говорю, чтобы он там не слышал. Для меня он открылся с какой-то другой стороны, более таким ответственным, заботливым, даже в какой-то мере строгим. Да я и сама не спала, наверное, двое суток, когда он появился, потому что боялась, что ночью кто-то там придушит, ударит. У меня Серега спит довольно размашисто, а он такой маленький, он действительно на ладошки помещается. Да и на улице зима, он короткошерстный, ему постоянно холодно, он пытается все время туриться к нам. Для меня был огромный шок, когда я зашла в зоу-магазин. Господи, там такой ассортимент, мне кажется, там есть все, вот реально. Если сравнивать с тем временем, когда у меня в последний раз был кот, это как будто космос, вот серьезно. Там есть какие-то палочки мясные для зубов, игрушки с мятной пропиткой, спреи с отпугивающим эффектом или наоборот с привлекающим эффектом. Я уже не говорю о выборе корма, потому что там и лосось в клюквенном соусе, и кролик в сливочном соусе, и курица в желе. В общем, я там стою и хочу купить все. Котята русской голубой, оказывается, это не дешевое удовольствие. Но, честно, нас уже не особо волновала тогда порода, мы когда увидели фотографии, нам, в общем-то, было все равно, чисто породный он или нет. Главное, чтобы он был здоров, поэтому взяли без раздумий. Хозяева сами привезли нам котенка прямо домой. Также сразу же у них мы купили его родную когтеточку. Наполнитель они дали в подарок и остатки корма, капельки от глистов, и они еще дали нам раствор для дезинфекции ротовой полости. Оказывается, такое для котов уже есть. Также они нам распечатали 4 листа инструкции о первом дне котенка в новом доме, то, что нужно знать. Там было написано, мне кажется, все, что он любит кушать, в каком виде, что лучше не давать, какие в первый день могут быть прецеденты, как обустроить ему туалет и спальное место, как найти общий язык с котенком. В общем, там всякие такие нюансы, о которых мы вообще даже не догадывались. Хотя это мой далеко не первый котенок. Я отчетливо помню, когда в первый раз его увидела, и сразу же мы поняли, что это наш котенок, что теперь он будет частью нашей семьи, частью нашей жизни. И для меня те пару дней, по-моему, выпали с моей жизни. Настолько это отвлекает, настолько это прочищает мозг. В общем, когда ты не задумываешься о каких-то проблемах на работе, и просто сидишь, смотришь и умиляешься, это просто какие-то бесценные чувства. Конечно, тут и заботы прибавились. Он встает в 7.30 утра, и ему все равно, какой сегодня день недели. Прежде чем куда-то пойти, ты уже два раза думаешь, во сколько ты вернешься, успеешь ли ты покормить котика, убрать у него и так далее. Огромным плюсом для нас являлось то, что котенок изначально был приучен к когтеточке и к своему лотку. Единственное, мы решили его отучить играться с руками, чтобы избежать вот этих вот царапин, укусов и так далее, потому что пока он еще маленький, это норм, но он подрастет, будет крупнее и больше, и тогда уже будет больно. Мы очень тщательно готовились к появлению котенка в доме, поэтому перешерстили много информации, много чего узнали, каких-то нюансов, что-то испытали на своем опыте. И я даже думала создать отдельный канал, где бы я рассказывала последовательно о жизни котенка, о правильности ухода, питания, как его правильно приучить или отучить от чего-то. Но я как-то не уверена, что это будет хоть кому-то интересно. Сейчас, конечно, мой инстаграм завалим его фотками, это, мне кажется, уже его инстаграм. В общем, если вы будете рядом со мной видеть какое-то серое существо, вы будете знать, что это Локи, наш котенок. И ему, кстати, очень нравится мой вот этот вот мохнатый фон голубой. Он любит тырить мои кисточки для макияжа, валяться в моей косметике, поэтому, я думаю, вы еще его встретите не только на страницах в инстаграме, но и в моих видеообзорах. На этом все. Надеюсь, это видео вам понравилось. И, черт побери, котенок это всегда было моей мечтой. Сейчас вам покажу еще раз напоследок спящего у меня на руках Локи. Я уже его тут утомила. Он, наверное, думает, боже, женщина, как же скучно, да? Напишите мне в комментариях, есть ли у вас питомцы и как они у вас появились. Мне будет интересно почитать. Спасибо вам огромное за внимание, а я вас всех целую и пока!